Захар, вот сегодня, лично я, но я думаю, многие болельщики присоединятся, видим совершенно другую команду, не то, что в начале сезона. Видим настоящую команду, которая, образно говоря, вот вгрызается за победу в лед. Скажи, что повлияло на это и что изменилось с начала сезона? Ну да, начало сезона, можно сказать, так неудачно получилось, но потом произошли некоторые перестановки и как-то по-другому стали смотреть на хоккей. Более ответственно можно играть и от этого начало получаться и пришли победы. Может из-за этого сейчас у нас такой результат на данный момент. А какая именно атмосфера вот сейчас в серии матчей плей-офф царит в команде? Ну, понятное дело, что два сложных седьмых матча мы выиграли, от этого мы более сплотились и стали дружнее. И поэтому такая, ну, хорошая, дружественная атмосфера, рабочая. То есть настраиваемся только на победы и идти дальше. А кого из соперников считаете наиболее принципиальным? Я уже по персоналям имею в виду. Например, для «Металлурга» опасным видится «Уморк». И вообще считается, что Салават сейчас играет в атакующий хоккей. А вы бы кого могли выделить? Ну, я думаю, там все знают, какие игроки у них играют. И это Сергей Мазякин, Данис Зарипов. То есть, ну, первая тройка вся у них, можно сказать, делает результат. И мы все их знаем. И я думаю, каждый из ребят знает, как против них играть. И будем стараться. Какая-то особая тактика будет с ними? Ну, пока не было установки на матч, не могу сказать. Но я думаю, нет. Будем играть в свой хоккей, в атакующий. И где-то пожестче просто надо будет с ними поиграть, потому что возрастные ребята, они уже, и будет им неприятно, наверное, когда против них будет играть жестко. Лично мне и, может быть, еще кому-то, я надеюсь, интересно, как вы подбадриваете друг друга перед принципиальными матчами? Да, подбадривать не нужно. Все все понимают, все профессионалы. И каждый, сейчас, в данный момент, каждый матч, он важен очень. И поэтому, ну, конечно, есть там подбадривать друг друга, но не так сильно, потому что все все понимают прекрасно. Может быть, какие-то особенные ритуалы есть? Как в детстве? Не, ну, вот у нас сейчас, смотрю, началось вот на волосы стрельбить люди после прохода в следующий раунд. И как бы вот это сейчас у нас так приветствуется. Ну, говорят, это на фарт. А вы отращиваете бороду, не собираетесь побриться наголо? Ну, ранее победы готов побриться, но пока, пока хватит людей, кто у нас побрились, я пока на палузе. Я бы не сказал, что сильно суеверный, но есть какие-то такие мелочи, которые пытаешься соблюдать, какой-то очень важный матч. И для себя это как-то, у тебя более, ты веришь, что это поможет для победы. Ну, а так особо нет таких серьезных сей верей. А коньки с какой магией называете? Всю форму с левой стороны начинаю одевать. И последний вопрос. Какие прогнозы на эту серию и что хочется пожелать болельщикам? Да какие прогнозы, не хочу давать прогнозы. Будем биться в каждом матче и идти дальше, потому что два сложных раунда мы прошли и останавливаться на этом не стоит. А болельщикам хочу пожелать или попросить поддерживать нас, чтобы не случилось. И будем сдать их на трибунах. Поздравляю вас с победой в этой серии. Удачи вам. Спасибо.